Бакинский водопровод с ячью, то есть это до 18-го года, что абсолютно соответствует действительности, поскольку Бакинский водопровод был выстроен в 1917 году. И его протяженность была 177 километров. Это была фантастика по тем временам. 177 километров прямой линии, чтобы не было изгибов, чтобы вода не создавала нежелательного давления. Причем с места водозабора до Абширонского полуострова естественный перепад высоты местности 61 метр. Поэтому водопровод вели четко и прямо, причем по самым последним техническим наработкам того времени. Представляете, какая палубка, какая работа по бетону. И он был врыт в землю. Это был самый крупный самотечный водопровод Российской империи, строительство которого было осуществлено представителем британской короны, который имел офис во Франкфурте-на-Майне. Сэр Уильям Линдлей! Один из ведущих гидрогеологов Европы, человек, который строил каналы в Бельгии, который проектировал систему канализации в Праге и которого при прямом содействии Гаджизя и Налабзина Тагиева приглашают в Баку для изыскания возможных источников пресной воды для города, который к 1917 году не имел проточной воды. Вы представляете? То есть были местные колодцы. Воду везли либо из Куры, либо из Волги. Волжская вода продавалась по две копейки за ведро. Куринская по копейку за ведро. Это были баснословные деньги по тем временам. Ведро воды. Понимаете, то есть город страдал от безводия. И Тагиев решает эту проблему, пытается как-то решить эту проблему. И он приглашает Уильям Линдлей, который сразу же отказался от идеи, которую предлагал и думал. А вот давайте брать воду из Куры. А все же берут воду и зреют. Но Куринская вода грязная. Это будет сделано в советский период. Ее надо же постоянно очищать, митровать. И вот что делает Тагиев. Очень часто сейчас говорят, что Тагиев построил шаларский водопровод. Это немножко притянуто за уши. Почему? Потому что бюджет шаларского водопровода, ну представьте, 177 километров гетонированных труб, которые до сих пор, вот по сегодняшний день, обеспечивают 18% ежедневного водного баланса Баку. Бюджет 27 миллионов рублей. У Тагиева не было таких денег. Гораздо более богатого Асадулаева было 10 миллионов, когда он умер. Ни один из отдельно взятых нефтепромышленников не мог это осилить самостоятельно. Но роль Тагиева в этом проекте стояла в том, что он приглашает Линдлея. Он оплачивает ему 30 тысяч, большая, но посильная сумма, на то, что сейчас называется технико-экономическое обоснование. Т.О. И Линдлей на эти средства начинает исследовать источники пресной воды в Баку. И вот радиус начинает расширяться, расширяться, расширяться. И, наконец, он доходит до местечка Худат. Хшолад. В районе Худата. Там он обнаживает огромные запасы подпочвенных вод. Это были талые воды из гор Большого Кавказа. И вот его идея образно стала в том, что да, это дорого, но мы строим один раз водопровод. И пока пики Кавказских гор покрыты снегами, у вас будет источник талой воды высочайшего качества. Да, немножко жесткая, но хорошая вода. Понимаете? И вот Думу не хочет. Нация Господа очень большой бюджет. А Баку был единственным городом Российской империи, который не финансировался из государственного бюджета. По очень простой причине. А у них же нефть есть. Вот и все. Они разберутся. И поэтому город, обеспечивавший половину мировой добычи нефти в 1901 году, проточную воду получит в 1917. Канализацию в 1926. В инфраструктурном отношении Баку отставал. Трамвай пойдет в 1924. Понимаете? Потому что частный капитал не инвестирует в инфраструктурные проекты. И вот Тагиев пытается эту идею пробить, а Дума не хочет, а Лен-Лей присутствует на заседаниях. А городской голова, тогдашний, был Александр Иванович Новиков, вот он оставил интересные воспоминания. И он говорит, мне вообще отводилась роль переводчика. Вот пока гласные спорили, я это все тихо переводил Лен-Лееву. Вот, говорит, над гласными возвышается внушительная фигура Седобородова-Тагиева, который, переходя с русского на татарский, умаляет Думу, ну, давайте, гален, да, тасаду щай. Давайте скинемся, да, все-таки. А Дума не хочет, потому что значительная часть гласных Думы – это водная мафия. Это пароходовладельцы, которые везут Куринскую воду и Волжскую воду и продают ее от копейки до двух за ведро. А он пытается пробить, наконец-то, все надоедает. Он говорит, аще, бабухище не арендовался, иди. Люди не хотят себе добра. Поворачивается. И то же самое говорит по-русски Новикову. Слушай, говорит, я бы на его месте был, я бы отсюда уехал. Плюнул бы. Люди не хотят себе добра. Новиков это переводит Лен-Леев. Лен-Лей берет слово. Господин Тагиев, вы когда-нибудь видели английских бульдогов? Это такая маленькая собачка, но если она вцепится, она больше не отпустит. Вот я есть тот английский бульдог. Я в вас вцепился, и мы этот проект доведем до конца. И вот эта совместная хватка британского бульдога с азербайджанским бультерьером приводит к тому, что Дума принимает решение о выпуске облигационного займа. Первый и последний случай в истории дореволюционного Баку. Выпускается облигационный займ, за счет которого осуществляется финансирование Шалларского водопровода. Строительство начинается в 2014 году. В 2014 году начинается Первая мировая война. Дума принимает еще одно умное решение. Всем работникам, задействовавшим на строительство водопровода, гарантирована бронь. В результате все точки по найму были полны людей, готовых работать чуть ли не бесплатно, лишь бы не идти на войну. Финансирование решили. Проект готов. ТО есть. Рабочая сила есть. Проект осуществляется в рекордные сроки. И завершается в феврале-марте 1917 года. И вот тогда Тагиев с главным рабочим по строительству водопровода открывает кран. И в Баку хлынула вот эта вот вода из предгорьев Кавказа. Она течет самотеком до Абширонского полуострова. Но когда она выходит на равнину Абширонского полуострова, ее надо подкачивать. И вот для этого строится поселок под названием Насосный. Название говорит само за себя сейчас. Аджизейна лабдин. Но Шалларский водопровод открывается торжественно в день отречения Николая II от престола. Водопровод построили, империя рухнула. Облигационный займ возвращать некому. Баку проскочил. Но имя Лендлея хотели дать начале Биржевой улице. А потом его именем назовут Романовский проспект. До которого я все-таки надеюсь вас довезти, но не совсем уверен. Там находится Кирха. Кирха находится на бывшей Телефонной улице. Телефонная улица сняла пять названий. Это чемпион по смене названий. Вначале она была телефонной, из-за первых телефонных столбов. Потом она стала Романовским проспектом в 13-м году. А в 17-м Романовых сверху. Это было как проспект Лейна на постсоветском пространстве. Поэтому улицу переименовывают. А во что ее переименовывают? А тут Шарах. Шалларский водопровод. Лендлей становится почетным гражданином Бакуи. Ему выплачивается огромный гонорар, премия помимо гонорара. Его портрет устанавливается в Владимирском зале Бакинской думы. Но это все было мертвому при парке. В конце 17-го года Лендлей умирает от сердечной недостаточности. Этот проект ему дорогого стоил. Понимаете? Жена с прискорбием в декабре извещает думу о скоропостижной смерти своего мужа от супруга, от острой сердечной недостаточности. И вот имя Лендлея дается Романовскому проспекту. Романовский проспект в 17-м году становится проспектом Уильяма Лендлея. А уже в советское время его назовут улицей 28 апреля, а сейчас ее назовут 28 мая. А старые бакинцы до сих пор называют ее Телефонная. Но между Телефонной и 28 мая были два очень интересных названия. Это был Романовский проспект и проспект Уильяма Лендлея, в работе которого колоссальную роль сыграл Гаджи Зейналджин Тагиев. Да, он не финансировал строительство водопровода, но он осуществил три важные вещи. Во-первых, он проплатил ТО, технико-экономические обоснования. Во-вторых, он лоббировал этот проект в Думе, благодаря чему Дума издала вот этот облигационный заяв. Причем в лексиконе Тагиева, который не умел читать и писать, отсутствовали такие термины, как Тео, лоббирование, ненефтяной сектор. Но в реальности он делал и то, и другое, и третье. Вот так вот через историю бакинского шалварского водопровода и сопряженную с ней, так сказать, деятельность Тагиева, мы раскрываем и феномен Тагиева, и обнаруживаем довольно интересный след британской короны у берегов Каспийского моря. А мы следуем дальше по курсу бывшей Красноводской улицы, так раньше называлась улица Самеда-Бургуна. Вот оттуда мы уже с вами повернем налево.